А всем привет! Решил провести небольшую экспериментальную рубрику в плане того, что немножко рассказать вообще, что я делаю на видео. Я думаю, так вам будет смотреть гораздо интереснее, что я объясняю. Я сидел, никого не трогал и что-то меня взбрендило просто в голове придумать логотип для бренда одежды. В итоге я накидал пару скетчей, возможно вы где-то сейчас увидите. Пять вариантов логотипа. Название самое наитупейшее, просто я зашел, значит, переводчик, начал кликать рандомно на любые кнопки, пока он мне не выдаст какое-то предложение слова. Что-то, в общем, я наклацал и вижу слово «Джей Ливни». Произносится оно примерно как-то так. «Джей Ливни». «Джей Ливни». В общем, что я решил сделать? Красный фон в красном квадрате. Слово «Джей Ливни» я решил перевести в буквы «Джей», «Л» и «Ай». Вот сейчас на экране видно, как я нашел шрифт, подходящий для букв, сделал, значит, получается, букву «Л», букву «Джей» и букву «Ай». Букву «Ай» я опять-таки спрятал в букве «Джей», чтобы была такая небольшая абстракция. А с буквой «Л» я немножечко поступил по-футуристичному, если можно так выразиться, честно говоря, не знаю. Решил немножко обрезать, чтобы добавить какого-то антуража. Выделил, значит, букву «Л» желтым цветом, добавил тень, вот сейчас это видно на задний фон, приглушил ее немножко, чтобы, если присмотреться, то она примерно выделяется. Точно так же сделал и с буквой «Джей» вместе с «Ай», да, то есть они у нас. Также буква «Джей» я ее тоже немножко, как это сказать, сделал более такой, приятный цвет. То есть черный цвет, он очень сильно выделяется, именно сам черный цвет. Здесь он такой более сероватый, но не слишком. То есть можно сказать, я просто снизил прозрачность. Можно так сказать, чтобы было примерно понятно, он стал такой более, более какой-то потертый, что ли, если так будет понятнее. Слово «Джей Ливни» я выделил внизу, то есть сейчас вы это прекрасно видите. Немножко какие-то работы, чтобы правильно слово встало, корректирую и делаю рамку. Решил залить цветом, чтобы слово «Джей Ливни» было не на красном фоне, а как-то немножко выделялось. Эту идею я почему-то взял, скорее всего, с других логотипов. Где-то уже я такое видел, где именно на самой эмблеме, то есть в самом логотипе, вставлено название компании. Точнее название бренда одежды. Вот. Мне показалось довольно классным решением, и я сделал точно так же. Честно говоря, откуда мне эта идея пришла, ну, точнее, с какого логотипа, я сказать не могу. Управил букву «Джей» и приступил к букве «Н», где опять же завуалировал букву «Ай». Какой-то, я не знаю, у меня какой-то фетиш на эти буквы, что я делал логотип для своего друга. Там я тоже именно завуалировал некоторые буквы, то есть там такая получилась абстракция букв, что они вместе сжаты, и хрен прочитаешь вообще, что там написано. Примерно вот так вот получилось. Здесь я поменял текст на более такой оранжевый. Но, в принципе, мне нравится, как смотрится. Мне нравится. И вот здесь вот у меня появилась какая-то небольшая идея именно сделать второй логотип. Сейчас, как вы видите, я создал второй, получается, второй слой. Скопировал все буквы и добавил слово «Джей Ливни». Также взял с основного логотипа букву «Л». И когда я их сопоставил вместе, я понял то, что это выглядит довольно-таки очень классно. И опять же мне это напомнило какой-то бренд, какой-то логотип. Я подумал, что будет классно сделать немножечко вот так вот, как вы видите сейчас, и перекрасить букву «Ай» на конце «Н». Да, как бы это срано не звучало, в красный цвет. Я подумал, что это выглядит очень классно, и решил сделать три макапа. Вот один из них. Это со вторым логотипом выглядит прикольно. Вот второй макап. Мне он, к сожалению, не очень понравился. Ну и на третьем макапе я решил все объединить вместе. И получилось как-то вот так. В общем, всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока.